Валентин Николаевич Валентин Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, про место, в котором стоит эта машина Сначала, когда строилась вот эта вся постройка, мы не думали, что у нас тут будет стоять пересчепальная машина И внутренние размеры помещения под нее не рассчитывали, тем более не знали ее размеров Она была, эта постройка сделана сугубо для обработки тушек вручную, ручного ощупа Ну, на эту тему ролик отдельно есть Вот, когда была приобретена машина, пришлось как-то думать, чтобы она, во-первых, стояла близко к воде К источнику воды Чтобы у нее был слив Если не в канализацию, то хотя бы на землю Вот, и я подумал, что можно сделать для нее такой небольшой закуток Значит, на землю был насыпан песок Небольшая песчаная подушка В такое, в некоторое корыто на полштыка выкопанное Положен поддон, поставлена машина А дальше построена вот такая незатейливая конструкция Ну, такая низкая она для того, чтобы ее можно было легко почистить, например, от снега Поскольку крыша достаточно плоская Вот, а для того, чтобы удобнее было с машиной работать, крыша сделана подъемной Вот так Крепится крыша на петлях Все эти перегородочки, они, собственно, имеют сугубо поддерживающее значение для самой крыши Когда крыша опускается, этот упор у нас заворачивается и кладется вот на эту крышу И крыша аккуратно входит пазами, становится на эту доску Супер! Вот, на зиму можно накрыть еще полиэтиленом саму машину, чтобы боковой снег ее не задувал И таким образом консервировать Открытым становится вопрос, конечно, от проникновения внутрь машины разных грызунов Вроде крыс и мышей Но тут уже условия немножко не те Надо ее включать и заодно их ощипать Так, открывай давай ее Вот там вот крючочек, да? Вот палочка Валентин Николаевич, всегда куча всяких таких интересных девайсов и придумочек Ну, это не универсальный, конечно, девайс Это сугубо вот как бы потребностям моего хозяйства, моих помещений, моих площадей Значит, почему пришла мысль снять такой ролик? Дело в том, что многие, покупая эту машину, в основном знали о ней из рекламных роликов Когда берется в полной тишине тушка какой-то курицы, непонятно какой Окунается в воду непонятно какой температуры Бросается в машину вращающуюся И там она красиво ощипывается, вынимается оттуда и показывается Вот, посмотрите, какая у нас хорошая машина Значит, когда я приобрел эту машину, первым делом обработал в ней взрослую курицу Курица был год Ощипалась курица идеально Была ошпарена при температуре порядка 80 градусов Была брошена в эту машину Продержано там энное количество секунд, ничего не подсчитывалось И вышла оттуда буквально с двумя-тремя перьями, которые надо было довыдернуть Вот, когда я попробовал обработать в ней тушку бройлера Получился полный отстой То есть тушка была изорвана в клочья кожа Были переломаны кости Вот, и, ну, в общем, есть ее, конечно, было можно и готовить Но если вы готовите на продажу, то это не годится Это не товарный вид Поэтому, значит, ну, исходя из таких соображений, что все-таки потрачены немалые деньги на приобретение машины Вот, что бройлеров я собираюсь разводить и дальше И в основном это, конечно, все бралось под бройлеров Эта машина покупалась Я начал спрашивать людей, знающих, которые, значит, что-то, как-то, какие-то ошибки совершили Как-то они, значит, поработали с этой машиной Какие у них результаты В основном мне говорили, что надо приноровиться Надо приноровиться Значит, а что такое приноровиться? Это при какой температуре ошпаривать? Это сколько тушек надо угробить, чтобы понять, при каком режиме? В общем, такие советы меня не устраивали Поиск на Ютьюбе тоже, в общем, результатов не дал Именно конкретные инструкции по ошпариванию и ощипыванию бройлера в этой машине Нет, я не нашел Были самодельные машины, были куры какие-то породные с лохматыми ногами В общем, ничего того, что мне было нужно В итоге я обратился к очень дотошному человеку Зовут его Влад Минаев Это сотрудник сервисной службы компании Big Farmer Он руководитель сервисной службы? Да, руководитель Ну, в общем, я его знал как человека достаточно дотошного Который практически любой аппарат, поступающий к ним на продажу Проверяет на своем хозяйстве И, в общем, инструкция, которую он мне дал Она оказалась самой рабочей из всех, которые я когда-либо слышал или видел где-то в интернете Я хотел бы поделиться с вами этой инструкцией Показать, как правильно ощипать бройлера Именно бройлера Поскольку бройлер все-таки это двухмесячный цыпленок И все органы в его организме, включая кожу, очень молодые Соответственно, кожа нежная, тонкая И если ее перешпарить или передержать в машине Она неизбежно рвется и теряет товарный вид В отличие от взрослой курицы, да? В отличие от взрослой курицы, у которой все-таки... Кожа дубовая Ну, не то чтобы дубовая Она, конечно, прожевывается при кладе Но ей уже не нужны какие-то такие особо нежные настройки Отлично Так что, друзья, мы сегодня запишем нежные настройки китайской машины Вот этой Так, а вот эта курица падет жертвой человеческих экспериментов Что мы будем делать с ней, Валентин Николаевич? Сейчас мы вам покажем, как можно запороть тушку бройлера до безнадежного состояния В том плане, что вид у нее будет крайне нетоварный Съедобный, но нетоварный То есть мы снимаем, как не надо ощипывать бройлера Именно Поскольку это у нас последний бройлер И права на ошибку мы не имеем Наша задача его максимально запороть Поэтому мы будем обрабатывать его с максимальным количеством ошибок По инструкции, составленной по принципу, одна бабушка рассказала Так, ну вы главное нам это все рассказывайте Значит, окунаем тушку в кипяток То есть у нас сейчас там... Проверяем, что у нас тут с температурой Да Так, и что у нас там с температурой 80, 85, 82, 83, 84, 86 То есть 86 градусов Да, уже 87 В принципе, это уже такой нормальный экстрим То есть, ну просто Посудина достаточно долго нагревается Световой день заканчивается Да, и нам уже тут холодно достаточно Да, то есть 87 градусов То есть частая ошибка Это то, что люди Опускают птицу в кипяток И опускают ее И опускают ее И просто ее там держат Не макают, а держат Да, просто держат ее И чаще всего написано, что подержать надо пару минут Но мы так издеваться все-таки не будем Мы подержим ее секунд 30 Ну, скажем так, пока не выйдут пузырьки из оперения Ближайшие И еще раз напомню Так делать не надо Если вы хотите получить хорошую курицу Наша же задача Получить плохую курицу На выходе С оборванной С порванной кожей И так далее И по возможности Открытыми переломами конечностей Что частенько бывает Да, машина, кстати Может поломать Но такое, как правило, бывает Если курица не дошпарена Угу Так, ну вот Достаточно мы ее тут уже сварили Так Включаем воду А еще бывает ошибка, что воду-то и не включают А давай не будем включать И не будем воду включать Но в инструкции к машинам, как правило, написано, что воду все-таки включать надо Ну ладно, пренебрежем Бросаем ее просто так И вместе с ней раскручиваем машину Это тоже одна из ошибок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 25, 26, 27, 28, 29, 30 Так Красота Перешпаренная курица Вдрызг, разорванная кожа Вывернутые внутренности Открытых переломов конечностей, конечно же, нету На удивление Я полагаю, что вот этого, в принципе, будет достаточно для того, чтобы понять Что лучше в отношении бройлеров следовать все-таки инструкциям И, кстати, мы наблюдаем еще вот что Разорванная кожа И дальше уже пошли волокна плоти уже отделяться То есть, вот это все вращение и трение Оно их вот начало уже рвать Так, но я замечу, оперения на ней нету Оперения нету, но маховые перья, в отличие от правильного обработки Они остались А при правильной обработке остается почему-то только вот здесь вот на спине Хотя они очень легко заливаются Давайте еще голову посмотрим, она великолепна Да И шея Это тут аж до сухожилий все Все, язык наружу, все Это, в общем Это классический пример, как не надо Красота, слушай, получилось вообще жикарно А сейчас мы вам покажем, как надо правильно обрабатывать тушку Так, Валентин Николаевич, рассказывайте, что у нас происходит Значит, для начала мы замеряем температуру воды, которая у нас стоит в данный момент В данном случае это подогрев газовой плиткой Поскольку электричество у нас в деревне нестабильное И электрическая плитка или ТЭН здесь, в общем-то, не работают особо эффективно Поэтому, значит, я нагреваю газом Для начала мы замеряем температуру горячей воды, не кипятка, а именно горячей воды То есть это очень важно Кипяток это температура кипения, грубо говоря, от 90 до 100 градусов, как можно называть, горячей водой кипятком Значит, температура всегда должна варьироваться от температуры окружающей среды Если у вас на дворе лето, скажем так, от 15 градусов и выше То температура ошпаривания Ну, сейчас остывает градусник Температура ошпаривания от 64 до 67 градусов То есть предел 64-67 Да Вот в этом диапазоне То есть и никакой не кипяток Не кипяток Значит, если у вас температура осенняя, как сейчас А сейчас у нас плюс 6, плюс 8 градусов То температура должна варьироваться примерно от 65 до 68 градусов Может быть даже 69 Но 70 это уже перебор Это осенняя температура, при зимней пока не знаю Значит, вот сейчас мы замеряем температуру Так, и пару слов об этом градуснике Что это за градусник? Ну, это высокотемпературный градусник Щуп, который используется при приготовлении в духовке Какой-либо запекающейся тушки То есть это измерять температуру тушки, да? Проверять готовность тушки Да, это когда там какая-то определенная температура Не касаясь кости протыкается мясо То есть это кулинарный термометр Да Купленный на ebay За какие-то сущие копейки на самом деле Сейчас мы замеряем температуру Он медленно набирает ее На шкале на своей Ну вот, набор уже пошел по Десятым долям градуса Сейчас набор остановится На данный момент у нас 69,5 градусов Специально убиенный броллер Опускается Мы его туда не опускаем и держим А мы его макаем и вынимаем 12-13 раз 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 Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Почему макаем и вынимаем? Чтобы вода имела какое-то движение Потоки воды Проходили поглубже в кожу И пробуем пальцами Перо достаточно хорошо отходит Далее Включаем воду Поступление воды в машину Так, я перехожу сюда Включаем машину И даем ей раскрутиться Бросаем тушку И держим ее там ровно 30 секунд Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Дринадцать Четырнадцать Двадцать 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 ну и вот что мы имеем на выходе осталось немножко пера которая в общем то легко удаляется вот так вот вручную отлично вместо обычных 25-30 минут которые у меня ходили на вручной ощупь мы имеем такой результат буквально за три минуты ну давайте еще посмотрим коржа нигде не порвана тушка в идеальном состоянии если вы делали на продажу любой товаровед в любом магазине примет ее нет ну это и любой покупатель и любой покупатель будет иметь колоссальное удовольствие приобретая эту тушку значит еще господа значит не лапы не головы в данной тушке обрезаны не были все это с лапами с головами и вода которая поступает вода холодная я правильно понимаю да вода холодные скважины дай бог плюс 4 градуса ну и все в общем то теперь можно тушку подвешивать она обычно у меня маленько подсыхает во время подсыхания можно удалить оставшиеся перья как подсохнет опаливать а все это мы снимали на примере бролера в этом же убойной комнате так что ищите это видео на ютюбе или на портале fermer.ru еще бы хотел показать хитрые цепочки но вернее цепочки не хитрые но крепление цепочками достаточно интересно я вижу первый раз валентин николаевич покажи пожалуйста с ними и прицепи обратно а снять снять саму цепочку не по нет нет не цепочку к курицу сыпи то есть на цепочке покупается обыкновенная цепь которая в любом строй маркете продается бобинами отматываешь сколько по отматывают тебе сколько попросил вот раскусывается она обыкновенными кусачками разгибается пассатижами надевается вот на такой саморез петля я его называю которая вкручена в данном случае в стропилу и на конце этой цепочки отдельно продающийся синусоидный крюк который надет здесь зажат вот и подвешивать очень удобно у многих я просто да и у меня какое-то время были веревочки импровизированные вереволочки проволочки которые в общем то и выглядят не эстетично и грязно то есть так она вот все быстро обслуживается и крюком за любое кольцо же щелкнулся да и удачно висит вполне и сохнет расщепеленные ноги как бы все это но доступно потоком воздуха так валентин николаевич что у нас мы вам предъявляем результаты экспериментов это правильная обработка розовенькая чистенькая красивая это неправильная обработка практически по инструкции которые я нашел в интернете так по той которая там была касаемо обработки бройлера отлично результат налицо вот это кожа благодарность кстати сейчас про кожу хотел сказать что вот это не порванная кожа это способ убоя без отсекания головы на сгор надрез горло вот огромная благодарность моя владу минаеву который научил меня как правильно это делать и срок говоря спас мои нервы мое время и собственно эту машину я уже думал ее продавать понятно напомню влад минаев это начальник сервисной службы компании big фармер до благодаря благодаря им благодаря ему в хозяйстве валентин николаевич и вот не такие тушки а вот такие нету в результатное лицо что тут говорить